И снова всем доброго времени суток! Приветствую всех на канале Airzone Game и предлагаю продолжить нашу ознакомительную экскурсию по проекту Russian Life. Ну и напомню, что в прошлой серии мы посмотрели на ряд автомобилей, представленных на этом проекте, которые принадлежат государственным структурам, которые в скором времени будут добавлены в игру и которые будут представлены на аукционе. Ну а в данный момент мы следуем как раз таки посмотреть грузовой транспорт этого проекта. Ну и давайте начнем! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Блин, зараза, она еще не красится! Прикольная буханка! Блестите! Умаза, по-моему, вообще все не красится! О, и в продаже газель есть! Да, обычно! А чем тут этот вот седельный тягач, это для профессии дальнобойщика, да? Ага! Ну вот опять то, что я и говорил! Мели он! Чтоб работать дальнобойщиком! Ну так, в принципе, пошел стандарт, стандарт! Вот, КАМАЗ почти тот же! Прикольный! Автоцистерна! Цистерна! Видел цистерну какого цвета прикольного? Угу Такого же цвета могут сделать любую, даже вашу симбу могут сделать такую Медики только Они могут хромировать Вам накладывать Че, Тимурка, у тебя 12 миллионов то есть? Тут актерс есть, надо 12 миллионов, у тебя есть? Ха-ха-ха-ха И он дешевле стоит, не 12, но иногда 4 стоит 7,200 7,200 У меня он, 12, следующий идут, 18 и потом 3 последних по 20-22 миллиона Вот, Кенворд классный! А устройство что делает? Собирает или перерабатывает? Добывает добычка туда да какой интерес так уже потрясно я на таком еще ни разу по армии не катался длинный но едет быстро надо сказать что я такой машины и не часто встречаю я где-то ее видел но не могу вспомнить где я такой видел ну где ты видел вообще прикольно так его сам с капотниками вообще в армии тяжко тут такой вот есть прикольный жаль не посмотреть внутри ну хотя можно сейчас попросить его посмотреть как он выглядит внутри а можешь показать как внутри выглядит этот кенверт стрёмно по моему выглядит стрёмно да просто я его действительно ни разу не видел ну гараж вы просто деревьев писать не могу вот они бедные администраторы то денег нету всем раздалась чего-то выбрал там чем будем покупать чем вы хотите заниматься деятельность газ вот я бы хотел съездить на газ я не знаю как делается газ бывает просто газ все чем лопаты обычая добыча газа он там данный словно лопата я на предыдущем проекте съездил с лопатой мне говорят нужен определенный самый может он какой-то действительно прописано как-то по-другому а ехать надо смотри вот я поехал на бортовом а ехать надо на любой машине ли только цистерна газ только в цистерне вот почему у меня была проблема значит я приехал на бортовом зиле он мне говорит неправильный инструмент вот цистерна давай возьмем будем газом заниматься у гаража есть доводим у первых час остался я вам вам скажу тогда будь да господин поставьте вот здесь вот банкомат вот такая ситуация да нету денег на руках там находится в городе вот 300 метров не жаль сейчас печи да нет нормального внутри нормальный паспорта давайте шипа выключить дом от него вот мне опять пишет не тот инструмент вот такая же херня здесь нужен специальный инструмент кирка а почему она пишет сейчас скажу что надо ну вот я уже второй раз также обосрался и ничего не пишет ничего для добычи этого ресурса нужен специальный инструмент ну что то ли кирка оба киркой узнаю а теперь чё получился посмотрим как кирка баллон надо поменять картинку на карте да во появился ты бываешь по дворе сторса он по 10 вот он жопушник надо я по 2 добывая 1 все подобрал можно подберу если ты конечно сваришь себе там фетамин сожрешь его может бывать по 4 там действует а зависимость от него по-моему нету зависимости от него есть зависимость в тюрьме очень к ней привыкаешь и все время туда ездишь можно сбежать с тюрьмы а тут есть возможность побега да это сам ты не сбежишь твои товарищи должны освобождать как твоя машина там очищенный уран лежит но его друзья в этом моменте я наверно должен вмешаться чтобы разъяснить что происходит происходит следующее я попросил администрацию нас телепортировать в эту точку для того чтобы попробовать во первых подобывать газ потому что я уже сталкивался с этим багом и надо было в общем то решить вопрос в чем же заключается этот баг и второе мы хотели посмотреть вот этот вот автомобильчик кенверт который мы сейчас еще посмотрим и как выяснилось да действительно сборочка это достаточно старая и в общем то доступно я так понимаю для всех для скачивания в интернете и она переходит так вот от владельца к владельцу и никто на этот баг внимание не обращает ну а баг в том что на иконке нарисована лопата на точке добычи газа а прописано здесь по умолчанию кирка и никто из администрации в общем то пока вот так вот носом не ткнешься на это внимание не обращает поэтому я уже как и говорил в предыдущем видео не раз сталкивался с этим что сюда приезжаешь а табличка выскакивает что не тот инструмент поэтому не так хорошо развита добыча газа в основном на вот этих вот старых сборочках просто вот из-за этого вот ошибки надо теперь чтобы администратор либо поменял иконку на иконку с киркой либо прописал сюда лопату то есть и таким образом этот баг исчезнет ну вот в данном случае администратор уже в курсе этой проблемы и естественно он ее исправит ну а далее как вы видите сама машина кенверт очень прикольный интересный капотник не часто встречается на проектах но здесь вот она есть мы в общем то немножко пофармили с помощью администрации потому что он нас сюда за тп шел иначе бы мы не успели потому что до бури оставался всего один час ну а все остальное в общем то вы видите ну а если говорить про сам автомобиль кенверт то да он прикольный он хорошо прорисовывал внутри но у него есть одна проблемка которую вы сейчас можете видеть управляя этим автомобилем от третьего лица он стоит слишком близко к экрану поэтому вот это его цистерна и он практически трет по камере и это создается такое очень неприятное ощущение от управления от третьего лица ну а в общем машинка очень прикольная все успели продать успели да успели слава богу что вышло сколько вышло а что за вопросы такие я с автоматом приехал только сразу давай заспрашивать да нормально тот кто был добрый дяденька то теперь вот с автоматом сколько вышло мне интересно просто два восемьсот но если он меня не наврал к наврал мне конечно самая честная морда вот посмотри самая честная морда полная фура была нет 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 мы бы не начали успели бы кое у кого-то нету випки так что делать кстати слушай проблемка такая ну как проблемка на где там на переработке да надо короче руками вписывать количество ну нету кнопки не хватает кнопки переработать все на продаже например есть да продать все а на переработке нету сложно что ли ну вписывать все время надо поэтому когда один раз так как сейчас так это хетно с ним ну а так в принципе ну вот очень вот ну думаю дай скажем тебе об этом и еще это самое не знаю это вообще сложно нет и вот эту машинку если от третьего лица управляешь отдалить бы немножко от экрана то она прямо ну вот этой кодисты своей прямо в экране я понял что ты имеешь ввиду честно насчет вот этого я не знаю как отдалить не знаю посмотрим ну попробуй не очень удобно но я думаю ты знаешь как оно проводится что такое солнце стало раньше времени действительно машина классная сейчас да машина классная зря ты сказал что она внутри хуёвая внутри она вообще хуенная я бы так сказал а вот у них у нее единственная проблема это вот то что ну вот от третьего лица очень неприятно она канистре прямо в экран тычет не сильно тычет ну так по носу задевает иногда а так нормально в принципе ну я то езжу от первого лица а мой корейский друг он не умеет от первого лица он все время от третьего я все время чертыхался и ехал сейчас да что такое мне весь мой нос натерло на хайты канистры такой нытик ты б только знал слушай что вы вертолеты посмотреть приехали да ну мы же вертолетчики блин не густо 6 лямов урон есть и все самое главное все есть и махавк есть еще причем зеленый махавк осталось только 13 лямов где-нибудь взять а что ты если сейчас да картину как толпа просто вот этих прям группировок летели продавать нелегал а сейчас все кто были все просто смотрел там 8 фур стояла героин упал с 38 тысяч сейчас посмотрю сколько уже и вега не дают а ценами ты управляешь или автоматикой нет автоматически не меняется от того сколько сдали ага ну классно блин ну что в общем за 6 миллионов то можем взять уже вертик правда зачем оно тогда за 6 лямов ну ты простой тут есть махавк почему я могу взять большой за 6 а сколько у тебя махавк урон или махавк урон мне не нравится махавк прикольный сколько он тебе стоит 5-10 нет ну радует что есть российская вот эта символика ну классно как называется проект и так и поддерживается визуал вот это я всегда одобряю это правильно если бы еще это было отечественное ну то цены бы не было но отечественных вертиков такого размера не бывает я даже не знаю отечественных вертиков корейские корейские тоже не знаю у нас с тобой отечество разное ты кореянец а я россиянец это хендай как же это хендай пишется ну точно есть хендай какой там блять соната что ли ооо хендай соната ты что у него сейчас секс случится нахрен он тут сейчас обкончается в армии нет такой механики но ты сейчас увидишь как это происходит ха 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 ну есть ура я уже это п Есть звук хх хх ты чё аа может москвичи у меня такой был жёнтенький он прикольный я на наём уже на таком покатался не знаю исправили у вас или нет а у него звук просто отстойный он такой же как у тех остальных армавский дефОлтный отвратительный звук ха хахы ха 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 это звездес машинка прорисована неплохо красиво coisa прорисована да вот так у меня ха 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 хаad О, подожди, оставь ее, дай посмотреть, что это. Это что такое? Это какой-то, ай, забыла, как называется, хар-хар, как там. Что это, Волга? Да это не Волга, это американец, как-то. Ты смотрел фильм «Тачки»? Мультик? Вот, там вот эта машина снималась, как бы, ну вот, прототип ее. Что это, руку на меня положит? Да, да, смотри, как сидит, это же вообще обалденно. И звук классный. Да, да, и звучок такой неплохой. Вообще классный. Прикольно, прикольная машина вообще. Забыла я, как она называется, эта машина. Дай, 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 дай. Блин, вот это, конечно, кайфовая машина вообще. А, вот он, ну что-то, кстати. А, тоже прикольный, да. Дверь открывается. Это ласточкиное крыло, то у которого, да? Вот так вот. Ох, нифига себе. А, вздет пойдет. А, что дверь не закрыл? Холодно же. Да, неплохо, неплохо. А тоже в продаже есть? Нет, это эксклюзивные модели. А, клево. Жадничает, короче. Ну и, наконец, все демонстрации автотранспорта на этом проекте были закончены. Мы с моим другом благополучно вернулись в Ковалу. И здесь опять случилось случайное стечение обстоятельств. При заходе у всех, видимо, включается одна и та же волна на рации. Естественно, мы зашли и рацию не трогали. Но услышали разговор между собой каких-то людей. Ну и решили с ними, естественно, вступить в диалог. Они же нам и предложили небольшую халтурку. Нужно было перегнать какое-то определенное количество транспорта к ним туда, на точку, где они занимаются фармом. В общем-то, этим мы и решили позаниматься. Ну, а и, как вы можете заметить, есть трудности с тем, чтобы попасть из площади Ковалы к гаражу. На многих проектах в этом месте ставится мост. И, как видите, это делается не зря. Это действительно упрощает жизнь игроку. Но нам же приходится вот таким вот методом попадать в сторону гаража. Ну ладно, давайте посмотрим, каким образом здесь люди фармят, что фармят, какие есть ресурсы. Ну и, в общем-то, тому подобное. Что, я свой топливо запрашиваю? Пуф, хорошо. Стоп, я добывалку сейчас достану. Ага. Не наш клиент. Привет, пацаны. Здорово. Да-да-да. Так. Кто-то паспорт покажите. Да-да-да. Все отлично. Ох, она громкая-то, зараза какая. Ты нам что, на общую рацию сидите? Да-да-да. Без разницы. Нам кого стесняться-то? Ну. Сейчас конвоем, поедем. Отгоняй добывалку. Ну что, погнали? Да-да-да. Тимурка, замыкающим будешь. Тимурка, ты не отстаешь? Да-да. Едет, вижу. Сейчас залезу, сейчас залезу, сейчас залезу. Нет, не залезу. Тимурка, за мной не едь, не заехать. Только осторожно, не врежься. Помните, куда ехать-то? Туда же? Да-да-да. А, туда? Туда же, знаю. Ну, поехали потихоньку. Давайте, Тимурка, ты вперед, раз ты знаешь. А у меня память плохая. Тимурка, ты знаешь. Можешь садиться. Все, отгоняю. Ага. Ну и, в общем-то, мы дуем за ней, теперь обратно на добычу серебра. Только непонятно, чего она сама-то не села на грузовик. Было бы больше грузовиков-то. Это, конечно, странно. Вот они и Герычем, я смотрю, занимаются, и алкашки. Всем подряд. В общем, фарм идет в полный рост у них. А, у тебя здесь светло. Одна машина забит. Куда мне эту ставить, говори. Так что, мы сейчас еще за двумя съездим, и поможем тебе. Да, пока забивать, а потом их там. Их все конфискуем, и доедем до гаража, и поедем перерабатывать. А-а-а. Тут все хитро-желтенько продумано. Тут не лезь в свои виды. Поехали, давай. Видишь, как мне уже гоняют. Ага. Ждать тебя? Ехай. Окей. Куда тебе его ставить? Все, все, ставь. Стой здесь, здесь, стой. Ну вот и добрались. Хрена техники понагнала. Пипец тут техники, да? Так, Тимур, садись. Тимурка, отъезжай. Тимур, нехай. Тимурка, отъезжай на жуке. На жуке, езжай. У тебя машины кончились? Все, это мой последний грузовик. Ну, что ж ты так. Откуда еще что-то? Давай, езжай на жуке. А другого-то нет? Ничего, я могу еще что-нибудь пригнать. Не-не-не. Ну ладно. Ну и вот, друзья. Таким вот масштабным способом на этом проекте происходит фарм ресурсов. Он происходит здесь, можно сказать, масштабно. Люди приезжают на огромных машинах, прилетают на вертолетах, фармят ресурсы. Ресурсов много. И тут можно об этом поговорить. Все мы по-разному относимся к этому процессу. Кому-то нравится сам процесс сбора ресурсов, кому-то это не нравится. Кто-то считает это ядром экономики проекта. Кто-то вообще презирает это дело. Поэтому, ну, я не буду сейчас говорить, хорошо это или плохо. Но вот на этом проекте сам процесс оформления стоит, ну, такой, на высокой ступени. А с чем же это связано? А связано это с тем, что во всех машинах, во-первых, они доступные машины. Это не стоит того, чтобы там неделями сидеть и что-то фармить, чтобы заработать себе на какую-то машинку. Нет, машинки можно себе позволить буквально там через день, через два. Машины все с огромным количеством слотов. Естественно, что присутствует и возможность увеличивать это количество слотов. Также здесь, как можете заметить, есть вертолеты. Вертолеты тоже имеют большие багажники. Так, например, вот этот соосный вертолет имеет такую же емкость багажника, как и вот этот большой Мерседес. Ну, и еще один, но я считаю немаловажный факт того, что люди с удовольствием здесь фармят на этом проекте. А это именно то, что здесь огромное количество всевозможных ресурсов. Да, это может быть не такая фишка, потому что, в принципе, это просто берется точка, переименовывается или дается новое название ресурсу, добавляется картинка этого ресурса и, в общем-то, все. Но вот это, например, точка сбора серебра. Не на каждом проекте вы увидите точку сбора серебра. Так, здесь еще увеличены цепочки сбора. Я уже как-то рассказывал, да, что есть короткие, есть длинные цепочки. Так вот здесь есть мега-длинные цепочки. Что я имею в виду? Берем, например, вот этот вот серебро, вот эту точку сбора серебра. Мы собираем серебро. Перерабатываем его в слитки. Из слитков мы делаем серебряные изделия. Далее мы едем на алмазную шахту. Собираем алмазы. Перерабатываем алмазы. И потом уже готовые серебряные изделия и переработанные алмазы везем все это к ювелиру. Там делаем драгоценные изделия. И уже драгоценные изделия продаем скупщику. Вот таким вот образом мы получаем мега-длинную цепочку по сбору и изготовлению каких-то изделий. Но это касается не только серебра. Здесь на многих точках есть подобные цепочки. Но и на этом сбор ресурсов на этом проекте не заканчивается. Вернее не заканчиваются плюсы этого процесса. А что же я имею в виду под этими словами? А то, что на этом проекте сделано так, что все ресурсы, какие вы соберете и поставите машину в гараж, они у вас не пропадут после бури. Что, к сожалению, на большинстве проектов сделано вот так. Если вы не успели забурить, то все, что у вас было в машине, оно пропадет. Здесь же не пропадает ровным счетом ничего. Если вы не успеваете, вам нечего торопиться. Вы даже можете не ставить машину в гараж. Она сама запаркуется. И ничего в ней не пропадет. Это, я считаю, огромный плюс для тех, кто любит фармить и у кого мало времени. Но все же не все так гладко в этом королевстве фарма. Так, например, я отношу к минусам отсутствия кнопки переработать все, естественно, на точках переработки. Такой кнопки там нет. Надо вписывать вручную. Я сказал об этом администратору, но он ответил, а что, тяжело вписать? И вот давайте-ка посмотрим, тяжело ли вписать. Сейчас вы видите перед собой 6 грузовиков по 1600 слотов. Математика здесь простая. За основу я возьму свой рюкзак. У меня в рюкзак помещается 26 единиц. И причем у меня помещается много, потому что у той же королевы фарма помещается гораздо меньше в рюкзак. Ну, возьмем мой рюкзак, 26. Так вот, чтобы переделать один грузовик, мне нужно вписать число 26 62 раза. Ну, а чтобы переделать все 6 грузовиков моим рюкзаком, нужно вписать число 26 370 раз. Ну, и тут уже, наверное, каждый думает по-своему, хорошо это или плохо. Но я думаю, что на проектах, где на переработчиках стоит кнопка переработать все, мне кажется, эти люди уже наступали на эти грабли. Что же касаемо меня, то поставив вот этот рекорд по переработке 6 грузовиков, желание продолжать фармить у меня куда-то исчезло. Ну, наверное, тут же надо сказать, что за мою карьеру игры в арму, это первый раз, когда я фармил в 6 грузовиков, 3 сборщика и 1 заправщик. Такого в моей практике еще не было. Такой масштабный фарм у меня сейчас состоялся первый раз вот на этом проекте. Поэтому, конечно же, я устал. Ну, а если уж говорить в целом и подводить какой-то итог по тому, что мы увидели, в чем мы поучаствовали, то в целом мне проект понравился. Все вот эти вот решения, которые применены на этом проекте, они не уникальные, но они интересные и они не осложняют жизнь тем, кто пришел на этот проект. Ну, и, конечно же, в целом проект мне тоже понравился. Здесь есть интересные вещи. К сожалению, проект открылся недавно и он только еще набирает свои обороты. Конечно же, хотелось бы увидеть побольше каких-то интересных фишек, каких-то интересных решений. Хотелось бы увидеть побыстрее открывшийся у них, который должен, вернее, открыться у них магазин отечественного транспорта, потому что проект все-таки Russian Life. Хотелось бы, конечно же, увидеть также и отечественную антуражность. Какие-то архитектуры, близкую нам, близкую России, а все-таки не алтийские пейзажи. Вот я недавно показывал на одном из проектов, как человек поставил несколько домов, принадлежащих то ли Стенделону, то ли Дейзи, я уж не знаю. Но там такие российские дома, покрашенные зеленой краской. Ну, в общем, такая вот российская архитектура. Конечно, хотелось бы, чтобы и здесь такое было, раз уж проект называется Russian Life. Ну и вообще, мне кажется, что подобные решения с российской архитектурой на проекте, который называется Российская жизнь, ну, притянул бы сюда достаточное количество игроков, просто из-за того, что это действительно было бы очень атмосферно и антуражно. Но не знаю, будет ли подобное здесь выполнено когда-нибудь или может быть нет. Таких планов мне администратор не рассказывал, это уже просто чисто мои такие вот фантазии по поводу этого проекта. Ну, мне просто хотелось бы это здесь видеть. Все-таки проект как-то нацелен на российскую жизнь. И уже есть какая-то стилистика все-таки в этом направлении. Там те же машины скорой помощи, машины МЧС, машины полицейских служб. Все они раскрашены и носят символику России. Ну и полицейская форма тоже один в один, как настоящая форма российских полицейских. В общем-то, направление есть. Будет ли оно до конца выдержано, ну, тут я не знаю. Ну, а в целом я, наверное, показал все, что смог. Больше на этом проекте мне вам показать нечего. Если кому-то понравился этот проект, заходите. Заходите, играйте. Пишите свое мнение в комментариях. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!